Всем привет! Снова здравствуйте! Кто-то из вас, наверное, помнит мультфильм Мишки Гамми. И вот там есть такой в начале окорок. Вот давайте его попробуем сделать. С чего начнем? Начнем со сферы. Вытянем ее. Сделаем Edit, Make Polymesh. И давайте посмотрим симметрию. Нажимаем X. Вот наша симметрия. И давайте чуть-чуть полосы проведем. Ну просто для начала. Отметим, что это вот именно тут, чтобы не теряться. Так, теперь жмем X. Уменьшаем нашу модель. С помощью Alt. И ставим Moft Apology. Так, прибавляем Draw Size побольше. Модель можно еще немножко удалить, чтобы тянуть нормально. И зайдем в Transform. Включим радиалы. Посмотрим, где они у нас находятся. Так. По какой оси? Так, вот поставим по Z. Выровним. И давайте все это дело вот так вот вытянем. Здесь можно сгладить. И никаких проблем. Так. Чуть-чуть здесь приподнимем. Вот так вот. И чуть-чуть вот так вот вытянем вперед. Ну, в принципе, заготовка уже готова. Все нормально. Так. Жмем Shift левая кнопка мыши. Жмем Ctrl Shift. Жмем Trim Rect. И вот так все это дело обрежем. Вот такое у нас получилось. Так. Придадим теперь вид вот именно нашей ноге. Отключим симметрию теперь. И без симметрии вот так вот. Немножко вот здесь вот так вот. Повдавливаем. Вот так вот. А нижнюю часть вот так вот приподнимем. Вот сюда вот так. Вот что-то в таком духе у нас получилось. Тут чуть-чуть можно еще приподнять вот эту часть вот так вот. Сделать ее побольше. Типа срезка ноги. Так. Теперь займемся костью. Кость будем делать с цилиндра. Жмем Append. Добавляем цилиндр. Переключаемся на него. Добавим ему Ctrl G. Так. Жмем Geometry. Опять же Size. Уменьшаем. Ставим прозрачность. Еще можно чуть-чуть уменьшить. И вот так вот ее вытянем. Теперь с помощью ротации все это дело развернем. Вот так вот. И с помощью MOV перетащим. Делаем еще ее побольше. Вот так вот. Выравниваем. И отцентруем вот здесь вот по центру. Теперь прибавим в объеме. Где-то вот так вот. И теперь вот эту часть можно обрезать тоже. Так. Не до конца, а с выступом. Вот так вот. Уберем Dell Lower. И вот так все это дело обрежем. Так. Теперь можно сделать вот таким образом. Вот это дело все маскируем. Вот так вот. А эту часть чуть... Так, а эту часть чуть-чуть уменьшаем. С помощью Skyl. Вот так вот. Потом опять вот так вот маскируем. И с помощью Skyl еще немножко ее уменьшим. Вот так. Вот. Где-то вот таким образом. Снимем выделение. И вот так вот чуть ее сгладим. Так. Все это дело у нас сделано. Теперь давайте вот эту часть обрежем. Где-то вот досюда. Вот так вот. Отключим прозрачность. И добавим в саптулах две сферы. В смысле одну добавим, а одну потом сделаем дубликатом. С помощью Moff. Сферу мы вот сюда вот перетянем. Можно с помощью Skyl ее уменьшить. И с помощью Moff можно вот так перетащить. Выравниваем вот именно вот так ее. И добавляем, делаем дубликат. И вытягиваем вот сюда вот так вот вторую часть. Вот таким образом. Так, теперь все это дело можно, конечно, объединить. И потом уже с этим будем работать. Делаем Merge. Merge Down. Ок. И теперь вот подгоняем вот в таком духе. Так, заготовка под кость у нас готова. Объединяем теперь саму кость с нашими вот этими, как их называют, тяжками или ногами, костями. И делаем вот этой части Dynamesh. Геометрией делаем Dynamesh. Так, все. Вот теперь с этим мы можем работать. Работать можно с помощью, допустим, Polish. Уменьшаем интенсивность. Draw Size подгоняем. И вот таким образом все это дело подравниваем. Вот что-то в таком духе. Немножко тут вот подгладим. И поработаем немножко с костью. Здесь уменьшим. Вот так вот. Тут тоже чуть-чуть ее подкорректируем. Вот так вот. Немножко ее смягчим. Вот так. Ну и можно теперь поработать вот с этой кистью Claybird. Сделаем интенсивность поменьше. И где-то давайте где-то до двух ее сделаем. И вот так вот набросаем кое-какие части. Вот так вот. Выравнивать не надо. Создадим вот именно вот такую вот шершавость. Чтобы это все дело у нас вот так вот где-то выглядело. Вот так. Ну и теперь можно немножко мофт Apology пройти. Делаем побольше. И вот так вот чуть-чуть придаем изгиб. Вот так вот. Кости. Делаем ее чуть-чуть с одной стороны сплюснутой. Чуть-чуть где-то больше, где-то меньше. Словом, корректируем. Вот так вот. Ну вот уже более-менее на кусок мяса похоже. Так. Теперь поработаем давайте вот с этой частью. Сделаем вид ей мяса. Приключимся на Subtool. Уменьшим Draft Size. Так. И попробуем маскированием поработать. Сделаем Dynamesh. Проверим сетку. Вот у нас другая полигруппа. Все нормально. И вот так вот немножко подкорректируем. Ставим Draft Size побольше. И вот эту часть уже замазываем. Ctrl-A а Ctrl-Alt чуть-чуть делаем вот так вот кантик. Делаем Ctrl-I и вот эту часть можно увести вглубь с помощью MOV. вот так снимаем выделение и поработаем теперь вот с этой частью. Draft Size опять поменьше и вот так вот намечаем вот такие вот детали. Так вот эту деталь сделаем сделаем чуть-чуть побольше вот так вот маску прибавим вот таким образом и немножко вот тут вот так ее откорректируем. Так теперь сделаем тут вот так вот и немножко вот такую вот штуку сделаем здесь. затем делаем чуть-чуть поменьше тут деталей чуть-чуть конусом делайте вот так вот можно сделать здесь чуть туповато вот так вот вывести и цельные допустим вот так вот здесь немножко приберем и добавим каких-нибудь маленьких деталей вот так вот граф сайз прибавим и уже подведем вот эту часть вот так вот чуть-чуть можно здесь вот так еще побольше прибавить вот таким образом здесь сделать поменьше и добавить мелких деталей немножко вот сюда вот так вот делаем control и и вот эту часть можно уже чуть-чуть вытянуть вот так все это выглядит но можно и немножко ее еще углубить это уже будет другой вид давайте сделаем вот этот дубликат так переключимся на другой и вот это дело постараемся вытянуть и посмотрим как лучше будет так все снимаем маску и снимаем маску вторую так переключаемся на нашу кость и маской подставим сюда круг вот так сделаем ctrl и и немножко ее уведем с помощью мов вот так снимаем выделение и поработаем вот с этой частью кость вот здесь вот раз это все рубленное так быть не может давайте с помощью полиш опять же немножко тут кое-что придумаем или допустим даже не полиш а возьмем стандартную кисть и сделаем the sub уменьшим дров сайз и вот так вот все это дело вот так вот переделаем посмотрим что у нас сеткой сделаем одну полигруппу ctrl w и сделаем dnms смотрим сетку все нормально добавляем ctrl d полигонов и вот так все это делая преобразуем как будто это рваная кость вот именно вот так где-то поставить можно больше вот так чуть вмять край по-любому надо вот так вот приминать так что можно его сразу вот так пройти не везде вот где-то оставить чуть ровно где-то вот так его чуть-чуть подкорректировать и сделать меньше и поставить интенсивность больше вот так вот и волнисто вот так вот ведем типа это трещины так теперь поработаем опять маской зажимаем control и левая кнопка мыши переключимся на free heart hand и вот так уменьшим дров сайз прям побольше пройдем вот так вот незатейливо чуть чуть где-то вот здесь побольше можно взять где-то вот так вот здесь где-то вот так пройти где-то частями теперь дров сайз чуть побольше даже можно чуть-чуть наверное все-таки меньше его взять и вот вот таким образом чуть-чуть вот тут тоже нанести какие-то мелкие детали можно еще тоньше меньше наносить вот так вот теперь делаем control и делаем off и вот эту часть вот так немножко вытянем и ротации можно вот так вот ее чуть-чуть повернуть и с помощью мофу так чуть подровнять можно также его ввести вниз вот так можно вот так вот типа ломано сделать снимаем выделение вот такая кость у нас получилась она слишком большеватая и давайте ее немножко уведем делаем круг вот так все это дело отметим вот так и вот эту часть чуть-чуть снимем выделение жмем control alt вот так и посмотрим что получится control и теперь опять мов и уводим ее вот так вот углубь здесь можно тоже чуть-чуть вот так вот прибавить жмем control и и вот эту часть можно чуть вытащить или еще вглубь ввести давайте чуть-чуть вот так вот вытащим ну вот что-то в этом духе переключимся теперь на вот эту нашу заготовку вот так ее отметим делаем control и и с помощью мов чуть-чуть так вот можно вытянуть так здесь мы уже можем ее сгладить ну и немножко давайте поработаем опять опять мофт опологи вот эту часть включим ротацию и вот так немножко ее еще натянем вот 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 я Продолжение следует... Так, ну вот что-то такое. Вот эту часть можно, конечно, немножко вот так вот сгладить, чтобы она помягче была. Ну, в принципе, всё. Теперь подкорректируем нашу вот эту вот кость. Можно ей добавить трещины сюда. Полосы разные. Мы делаем, опять же, стандартную кисть. Опять же, the sub. Мелкую ставим самую. Уменьшаем интенсивность. Подгоняем её. И немножко здесь вот так вот прорежем. Продолжение следует... Продолжение следует... Всё. Наша рютушка готова. Окорок созрел. Давайте теперь его раскрасим. Вот такой окорок у нас получился. Цвета можете подбирать разные. Работать с BPR. Добавлять тут поры. Вы их уже по прошлому видео должны знать как. Вот так всё простенькое. Можете тут сами ещё поэкспериментировать. Что-то нанести. И вот так вот всё будет классно. Всё. Всем пока. До свидания.